здравствуйте дорогие наши радиослушатели дамы и господа youtube зрители с вами народная волна чикаго самое лучшее радио на среднем западе сша и я ее ведущий геннадий брумер всех поздравляю с наступившим новым годом всем желаю счастья здоровья крепкого крепчайшего здоровья в это время нужно себя держать к сожалению никуда все это пандемия это не уходит а с нами сегодня на линии в первой передаче этого года политолог глеб павловский глеб олегович вы с нами я с вами глеб глеб олегович большое спасибо что вы согласились с нами побеседовать в это позднее время как вы встретили новый год с каким ощущением нух ощущением тяжести в голове и в желудке так ничего особенного по пенсионерски а какое событие как вы считаете было самым главным в ушедшем двадцать первом году для вас в россии ну это всегда вопрос трудный потому что он полупустой я так и не отношусь к событиям конечно есть заметные выдающиеся обсказал события особенно у нас как правило это негативные события например вот арест навального собственно говоря скоро будет год как это состоялось вот а так по мелочи какие-то личные книжку написал издал я не иначе меряю просто уже годы у меня их много и и прошлые часто интереснее текущих а давайте мы поговорим как бы сначала по точкам которые были в прошедшем году а потом о прогнозах почему я спросил о главном событии действительно было много это и арест навального этой договоренности владимира путина с лукашенко это и как как в каком-то смысле ультиматум россии западу выборы в думу то есть было достаточно много событий почему я и спросил какой бы вы выделили а может быть то которое как-то повлияло на ход истории может быть внутри россии ну на ход истории влияют какие-то обычно незаметные вещи малозаметные выборы в думу в том виде как они у нас проходят на вы на историю не влияют понимаете и какие-то пресс-конференции президента тоже не влияют но в сумме все конечно мир меняется в этом году окончательно исчезла политическая сцена в россии и и теперь нет и я полгода пытаюсь понять а что есть потому что она исчезла как раз к тому моменту когда он стала остро нужна для транзита транзит власти невозможен при отсутствии политических инструментов а вот и поэтому выступила наружу борьба разных стратегий в сущности во время выборов самое интересное было так сказать стратегии умного голосования навального но это не политика это именно стратегия стремление причинить урон но причинив урон мы все равно не можем решить своих проблем вот чем дело мы нуждаемся позитивные стратегии их нет давайте поговорим о навальном все-таки фактор навального а он как-то влияет или может быть уже не влияет в виде с тем что он находится в местах не столь отдаленных тут недавно владимир путин подписал закон о гражданстве как вы считаете каким-то образом он связан с тем чтобы скажем так вытеснить навального из россии показав тем самым свою какую-то доброту да и лишить его гражданство при этом лишить гражданство всех остальных оппозиционеров чтобы они не мешали это играет роль как то вот давайте начнем с фактора навального насколько он влияет внутри страны внутри россии фактор навального влияет и будет влиять он является таким замером степени антигуманности в власти но политически сегодня в общем его не существует я думаю как поскольку не существует той среды в котором в которой он может резонировать политическая среда удивительным образом быстро распалась оппозиционные я имею ввиду остались вот эти парламентские партии но они они политизируются это наверное хорошо надо отметить и важную роль кпрф которая стала оппозиционной партии реально и по которой направляются удары очень интересное появление новой партии новые люди и и прохождение в думу это чудо но чудеса обычно краткосрочным пока они больше ничего сказать нельзя вот но это все такая пока это мелкие события которые заполняют поток новостей но не более того поэтому навальный конечно на этом фоне выступает крупной величиной и действительно выступает противником путина воспринимается как таковой но это не вызывает готовность широких масс выступать за него и я не думаю что изменение закона о гражданстве что-то обещает навальному я думаю что ему предстоят новые дела новые суды и новые сроки но вы считаете что он ну да он скорее всего он будет сидеть долго да не в зависимости от того что ему назначено вот по суду в этом году то что было он будет сидеть скорее всего все время транзита власти это время пока не определено мы о транзите еще поговорим а сейчас я хотел бы поговорить о самом грустном наверное моменте уходящего года о ликвидации мемориала и международного и правозащитного как вы считаете почему это сделано и вообще что будет с мемориалом в ближайшем будущем ну что будет юридическая ликвидация создает миллион проблем для деятельности мемориала но я не думаю что эта деятельность прекратится это довольно сполоченная и вдохновляемая какими-то ценностями группа людей команда людей они никуда не денутся это можно сравнить знаете можно сравнить с таким памятным мне наверное уже совершенно неизвестным молодому поколению даже среднему разгром нового мира в семидесятом году вот уход твардовского это тоже воспринималось как глобальная катастрофа но собственно говоря именно после этого в фактор внутренней политики превратился сам издат он стал такой реальной социальной сетью тех лет и втягивающий людей лучше чем это делал новый мир поэтому я думаю что люди будут работать кто-то уедет конечно но уезжает не большинство вслед за мемориалом ин агентами назначили виктор шендеровича марата гельмана ну и еще несколько интересных людей которые многие из них как я вижу не занимались даже какой-то политикой как вы думаете почему это сделано для чего я думаю что не надо задавать вопрос для чего это сделано потому что могло быть сделано потому что люди которые это делают чувствуют себя безнаказанными и конечно это большинство людей в нем из этих названных не занимаются политикой это продолжение стратегии на подавлением как бы точек кристаллизации возможных общества точек политизации его в каком порядке это делают вы не угадаете есть стопка дел тот кто это делает может выдернуть дело снизу а может сверху тут бессмысленно гадать конечно очень смешно и противно что марат как бы клеймлен это не позволит его это не нам угрожает его репутации но это создает очень много реальных проблем и потом сама вот эта манера когда люди должны постоянно говорить приговаривать такой-то считается иностранным агентом какой-то считается экстремистом она отвратительна это разрушение языка политического в первую очередь политического русского языка люди которые это делают презирают русский язык ненавидят русский язык это для меня даже важнее их политических намерений известно что вот именно этими делами занимается внутрь руководитель внутренней политики в администрации президента сергей кириенко человек в недавнем прошлом а может быть уже в давнем прошлом абсолютный либерал киндер сюрприз друг бориса немцова ну достаточно смелый премьер-министр а как вы думаете какая с ним произошла трансформация только ли власть или что-то еще а что вы имеете ввиду говоря о трансформации он приспособился к новым временам это происходит к сожалению с очень многими и здесь не играет никакой роли прошлая политическая биография вот уничтожает мемориал вся академия наук российская безмолвствует такова нельзя было представить себе даже при советской власти вот чем дело это высокая степень сервильности высокая степень что ли подвости высокий уровень подвости обсказал людей а как он возник как он вырос это надо разбираться отдельно но это ведь не вечное явление это не на вечные времена и потом кириенко скорее визирует внутреннюю политику чем ее определяет вот чем дело какой-то какие-то акции какие-то вещи исходят от него но я думаю не не столь же многие администрация президента перестала быть модератором внутренней политики реальным там скажем медиа официальные действуют погромно грубо и судя по всему постоянно нарушая интересы политического блока они не могут даже провести кампанию пропаганды вакцинации потому что они привыкли к такому языку которые люди не хотят слушать когда идет речь о их собственных интересах они готовы почему-то слушать как говорят об украине вот такой помойная речью но но я думаю что они относятся к этому как хэппинингу интертайменту такому странному но не они не лояльны этому языку и не лояльны в сущности политической власти на самом деле а кто сегодня является как вы считаете медиатором законодателем скажем так политической моды вокруг путина может быть ну что значит политической моды те кто может причинить боль пытать посадить то есть вы считаете силовики силовой блок окружения президента в широком смысле этого слова включая и и суд и даже конституционный суд это как бы глубоко деградировавшие структуры где люди потеряли понимание государственной даже ответственности я уже не говорю про морально для полега давайте поговорим все-таки о двух людях голос разума которых все-таки прозвучал в прошедшем году я говорю о нобелевском лавриате дмитрий муратове первом журналисте в россии лавриате нобелевской премии мира и о прекрасном режиссере александре сокурове что меня удивило это то что эти люди не стали как-то знаковыми их присуждения значит премии сокур муратову и выступление сокров не стало знаковым для общества как вы все это я не понял как мне кажется выступление на нобелевская речь муратова не сильно обсуждалось в обществе может быть в интеллектуальной среде в правозащитной среде но это не стало как бы знака знаковым чем-то про сокурова тут вообще сложная как я вижу ситуации потому что его выступление обернулась для него в каком-то смысле если не гонением то сильным давлением вот это вот я имею ввиду и общество на это как я вижу тоже не сильно отреагировало может быть я ошибаюсь как как вы не могу так сказать ну надо помнить что мы имеем дело с глубоко расковатым обществом которые части фрагменты которого ненавидят друг друга социальные сети дали именно этот результат у нас мы разделились на несколько племен которые воюют друг с другом ненавидят друг друга и и просто не слушают друг друга нет такого явления прошлого как например советская интеллигенция которая была более конформистской менее конформистской в разных секторах но в общем была довольно единой а такого больше нет общественного мнения публичного больше нет ему негде выражаться у него нет дисплея для демонстрации ну и потом люди очень озабочены испуганы я даже сказал угрозой войны они боятся они боятся кто-то боится наверное полицейских нацгвардейцев но не так сильно потому что репрессии точечные а вот войны и боятся многие а в прошлом году исполнилось 30 лет беловежским соглашением рухнул советский союз достаточно мощная держава как вы к этой к этому относитесь и какой путь вы видите прошла россия за эти 30 лет надо выбирать что вы хотите отмечать или 30 лет с конца ссср или 30 лет с начала российской федерации российская федерации это результат коллапса советского союза ее бы не было в принципе не было бы новой россии если бы не рухнул советский союз да это крушение было ужасно для многих реально было катастрофой для очень многих и в то же время она не будем забывать породила вот этот странный странный свой как бы трудно даже сказать кого кто это обломок или значит какой-то симбионит и что-то что-то чего не было бы если бы союз не рухнул именно таким образом вакуум который возник после беловежья которое не кажется мне хорошим решением и мы это видим сегодня этот вакуум заполнила такое вот пол государственное образование российская федерация и она строится в отталкивании от союза во многом довольно смешно слышать что говорят что россия возвращается к союзу нет она не возвращается к союзу это может быть было бы неплохо но она скорее отталкивается от каких-то свойств союза которые были не особенно невыносимы для элит и для масс но при этом она вовсе не движется в сторону свободы это надо ясно понимать а глеб олегович теперь мы поговорим о действительно больной теме которая звучит витает воздухе война с украиной или предчувствие ее как вы считаете вообще что будет в этой ситуации потому что идет такой очень серьезный шорох по всему миру будет ли война если да то какими какими средствами как вы это видите весь этот театр политический театр вокруг украины я вижу его несколько иначе чем многие я не поставил бы и 100 баксов на миролюбие кремля это уж безусловно но в общем как раз в этом вопросе наверное я ближе всего стыдно признаться к его текущей политики ведь что происходит разрушен прежний миропорядок его нет а что такое миропорядок это правило это правило по которым на которой ты можешь рассчитывать по которым люди живут разрушен давно он рухнул в общем-то давно хотя и не сразу после беловежских соглашений но в результате действий таких героических президентов как джордж буш младший трамп и так далее мы живем среди осколков и что получается получается что у нас нет консенсуса ни по одному варианту мировых правил есть как теперь говорят коллективный запад само по себе это тоже интересное обозначение то есть с одной стороны это уже не мейнстрим а с другой стороны группа стран претендующие на мейнстрим но не способны обеспечить его для всех россия вытолкнуто из мейнстрима да во многом по своей вине да не следовало делать многих вещей особенно конечно от того что было сделано с украины в четырнадцатом году это чудовищная ошибка но сегодня дать задний ход и невозможно и бесполезно потому что никто россия не имеет слова в аргументации своих интересов в соединенных штатах например вот сегодня как раз слушал прекрасного специалиста по пропаганде нину хрущеву она она совсем не выгораживала москву и и подчеркиваю что когда она описывает американскую атмосферу она описывает не пропаганду тем более негосударственную а но некий способ дискоммуникации дисконнекта россия не имеет шансов быть сегодня понятой быть сегодня услышанны чтобы она не делала и что остается война становится языком понимаете война становится дискурсом способом достичь как какой-то коммуникации и говорить хотя бы теоретически пока говорить о каких-то правилах конечно никакой войны не будет но может быть это звучит парадоксом но силовая конфронтация как раз становится нормой и инструментом балансирования мирового порядка и поэтому в следующем году нам не приходится ждать так сказать тихих дней но именно поэтому война на самом деле никому особенно не нужна вот будут такие вот срывающиеся в эскалации какие-то всплески конфронтации угроз угроз войной украине я не завидую естественно при этом жить управлять ею очень трудно но и конечно очень опасно потому что однажды ведь можно съехать военную колею и потом не будем забывать сама такая ситуация вот этих конфронтаций она очень соблазняет разные третьи силы которые не рискуют потому что не им предстоит воевать но могут провоцировать стороны их провоцировать реальный военный конфликт поэтому что делает москва когда кремль понял что разговаривать с ним никто не будет что путина назвали убийцы что евросоюз силу своей слабости и прямо скажем нато тоже силу своей слабости не партнер по разговору он сделал ставку на разговор с вашингтоном и собственно что говорит москва мы больше не миролюбивы забудьте лозунг мир во всем мире снят с повестки дня мы больше не интересуемся мы этот лозунг не поддерживаем но это само по себе не означает войны давайте разговаривать давайте разговаривать какой-то рамочных правилах безопасности но давайте тогда учитывать наши интересы ваши интересы дальше начинаются ужасные вещи москва разучилась дипломатии она разучилась вести дипломатический разговор чудовищные ультиматумы бессмысленные которые опубликованы то есть за это бы конечно советское время сняли голову тому кто их готовил потому что это не дипломатический язык и это не речь которую можно как говорится договорить но проблема реально обе стороны исключают альтернативы для полега я хотел бы вас прервать на минуту нам надо уйти на рекламную паузу буквально на несколько минут и мы продолжим этот интересный разговор итак дамы и господа мы возвращаемся в передачу политинформания и у нас на линии для павловский для полегович вы с нами для с вами для полегович мы говорили о предчувствии войны и вы перешли плавно к дипломатии российской к вот тем многие многие называют это ультиматум как вы думаете а почему с этими заявлениями выступил второй ряд министерства иностранных дел в лице рябкова грушко и даже марии захаровой ну путин вообще не очень любит выступать сегодня как бы первым лицом он выше этого у нас вторые ряды выступает на всех уровнях в том числе и всего в их структурах и об экономике у нас как бы время время вторых лик время запасных это и есть часть транзита его нынешнем виде путин живет где-то в пентхаусе высоко над нами а как вы считаете какие договоренности будут вот объявлено что встреча будет россия нато 12 января встреча путина и байдена 10 января какие могут быть вообще договоренности ну хотя бы скажем так 1 1 2 договоренности я не думаю что сша уступит по всем пунктам которые были выставлены в этом ультиматуме ну какие-то договоренности будут но конечно они будут не в январе когда начались после десятилетия холодные войны начались переговоры в вене то в середине пятидесятых то общем никто не мог представить быстрого хода и они себе шли 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 и потом все таки привели через двадцать лет кое-каким результатом которые тоже не были так уж блестяще если бы мы если отчитать назад 30 лет человек второй половины восьмидесятых решил бы просто что он что он в антиутопии но если отчитать еще 30 лет там джон фостер далес ничуть не удивился бы он сказал бы но это нормально это как-то называлось во второй половине 50-х кажется бринкманши то есть политика на грани войны но на грани войны но но без войны и когда начались там переговоры о мире во вьетнаме они продлили столько же сколько война и унесли еще больше жизни чем сама война то есть эти вещи быстро не не пройдут конечно никто не будет переделывать устав нато пожеланию кремля это очевидно и в кремле это тоже понимают но будут до некоторой степени валять дурака но конечно речь идет не об этом речь идет о каком-то рамочном рамочных видимо соглашениях разного рода учитывающих российские интересы потому что никакой другой стабильности кроме стабильности на грани войны предвоенной стабильности у нас нет и не будет война еще раз превращается в какой-то новый я бы сказал лексикон новая эсперанто на котором будут разговаривать понимаете на смену эпохи гуманитарных интервенций придет эпоха и либеральный войн и столкновений которые имеют ту же задачу что и прежняя то есть баланс относительно мирный баланс поэтому вот этот угрожающие перформансы они как и угрозы санкциями которые тоже приобрели нетерпимый вид когда говорят что нужно превентивные санкции что которые удержат кремль от того чтобы что-то делать это это безумно глупо и опасно вот санкции в роли новой мягкой силы это натуральное безумие вот ну значит ну что ж будем говорить о войне дать такой понимать у нас получается глобализация на измор на вот по стратегии дельбрюка я думаю что это будет идти медленно с истерическими срывами с разных сторон в том числе я думаю со стороны американского общества которые отнюдь не находятся в безмятежном состоянии так что не знаю не знаю вот этот сейчас то есть это знаете как похоже как советском союзе говорили какая цель поездки на запад если получил разрешение получить право на следующую поездку вот вот это задача этих переговоров это следующие переговоры и постепенное втягивание сторон выработка языка какого-то другого чем война но эскалации будут все равно я почему-то не сомневаюсь а глеб олегович в начале передачи вы уже упоминали такое слово как транзит и хотелось бы об этом поговорить поподробнее в восемнадцатом году на эхо москвы вы высказали идею что путин упустил возможность найти себе преемника а значит его окружение теперь будет выбирать ему человека который придет ему на смену а вы до сих пор так считаете ну а так и происходит у нас путин упустил не вообще возможности хорошую возможность я думаю что выборы восемнадцатого года были последней относительно мягкой хорошей возможностью когда путин мог как-то смодерировать процесс транзита по модели усложненной конечно но все-таки модели сценария преемника 2000 года это еще было возможно но с тех пор переломали конституцию об колено то есть все привели в негодность политические инструменты и как вы это будете делать например для проекта преемник абсолютно нужна лояльность массовая добровольная не технически организованная лояльность избирателей новому лицу то есть они должны хотеть его также как они хотели путина в девяносто девятом году если бы они не захотели путина путь выиграл бы примаков это несомненно вот поэтому а сегодня выборы делаются техническими средствами но вы так народную любовь не организует это просто будет развал страны то есть сегодня ставкой транзита является не какое-то лицо вставкой транзита является государство государство должно быть достроено и нормализовано мы не можем 30 лет существовать просуществовав виде какой-то системы организации власти без государственных институтов продолжать это дальше это слишком опасно в том числе в предвоенном мире поэтому я думаю что до ближний круг путина и разные группы в окружении разные просто ветви власти ну на самом деле ни одна ведь власти у нас не является консолидированы они уже сейчас спустились в пляс они в игре они видят свои ставки свои но их ставки это не ставки путина и не ставки населения страны поэтому здесь ситуация будет разогреваться совершенно несомненно разогреваться все сильнее и ничего хорошего здесь нет потому что надо решить как бы ряд очень трудных консервативных задач нам надо стабилизировать государство на его нельзя стабилизировать на нынешней основе так как она сегодня выглядит значит что как быть как вы гарантируете например активы населения это очень важная вещь все самых бедных людей есть пара бутыльков с маринованными огурцами это их активы плюс там социальные выплаты какие-то это их активы пока все вот так стабильно скучно застойно они верят то что путин гарантирует их активы активы дерипаски и активы бедняков вообще-то говоря даже даже если говорить о бедняках только там о владельцах дачных участков то общая сумма стоимости этих активов капитализация дачных участков это она примерно равна сумме государственной собственности это гигантские деньги все хорошо пока ничего не двигается как только дирекция этой страховой компании будет меняться люди захотят твердой гарантии они не захотят повторения 92 года я думаю что у них теперь есть возможность этого не допустить на самом деле и это будет конечно не борьба за либеральные свободы это будет что-то другое для поле очках вы считаете просматривается уже к фигуру консолидированная вот этим ближним кругом какие позиции медведева например нет нет очевидно совершенно нет но медведев совсем не тянет на консолидированную какой-то лидера консолидирующего он все-таки слишком увяз в как бы в путинских планах в путинском стиле и так далее и с 11 года 10 лет он ни разу не проявил себя самостоятельно увы так что нет нет такой фигуры пока нет но она несомненно появится я думаю сразу как может быть несколько фигур мне трудно сказать я вообще думаю что итогом транзита промежуточным переходным станет коллективное руководство в том или ином виде где там будет какое место в нем будет занимать путин где он будет я не знаю но не похоже чтобы кто-то из фигур истеблишмента мог претендовать на лидерство а премьер-министр мишустин у него не сильные позиции так чтобы стать хотя его сильные аппаратные позиции несомненно но лидерские не знаю также как здесь те же проблемы что и с собяниным потому что у него безусловно сильные позиции москва с ее 25 миллионами населения мегаполиса это сильная позиция очень сильная но воспринимается ли он как лидер остальной страной это трудный вопрос не очевидно вот поэтому здесь будут ближайшие годы я думаю очень быстро будет идти разогрев ситуации будут определяться какие-то стратегии финала выхода в финал глеб олегович хотел бы еще в конце передачи к сожалению время быстро идет затронуть тему белоруссии и объединения и судьба даже не знаю как его назвать ну просто давайте скажем господина лукашенко но о никаком объединении с белоруссию речь сейчас не идет и насколько я понимаю ни путин ни лукашенко тоже не видит этой реальной перспективы в нынешнем состоянии в нынешней политической разрухе беларусь не является соблазнительным куском ни для кого увы поэтому я думаю здесь будут бесконечные игры лукашенко которыми он просто зарабатывает себе на жизнь как уличный фокусник еще есть время у нас как вы считаете президенту путину с кем было более интересно играть в геополитические шахматы с трампом или с байденом интересно и трудно вот я бы раздельно ясно ему было с бушем для меня это несомненно совершенно у него горели глаза тогда интересным было с бушем и буш к сожалению был очень плохим коучем для путина стал путин вот набрался вот этой идеи амбициозной глобальной политики именно у буша младшего а потом начал это применять вот к месту и не к месту а трамп конечно и его привлекал но там был просто слаб в принятии решений и в общем это оказалось бессмысленной дружбы так сказать я думаю что байден его сейчас это для него некий якорь разговор диалог с байденом и он похоже ну неплохо разыгрывает эту карту и я не думаю что он его обманывает это не исключено путин очень коварен но не похоже чтобы он стал рисковать последний крупные карты в своей колоде потому что сидим пин не будет с ним играть глеб олегович нам к сожалению нужно закончить передачу большое спасибо за участие хочу пожелать лично вам здоровья хорошей пенсии чтобы в россии было мирно все и ну интересов и надеюсь в россии все пройдет хорошо и мы будем когда-нибудь дружить наверное всего вам самого лучшего всего спасибо до свидания